Дневник за 10 апреля. Из новостей технологии у нас интенсивно выделяются гранты программистам. Начало всех распугали, теперь покупают, когда их не осталось. Ну вот в частности, 2023 год 11 миллиардов рублей на импорт размещения, на гранты именно. То есть вот просто если ты разработаешь иностранное программное обеспечение, вот переделаешь и заменишь его, да, тебе могут дать просто деньги. До июльского этого решения про 11 миллиардов, в 2022 году уже 26 миллиардов выделили нам поддержку местных программистов. Да, соответственно у нас есть цифровой проект, цифровая экономика, у нас еще поддерживает спортивное программирование. В Чечне и в Татарстане, в мусульманских регионах проводят олимпиады по спортивному программированию. Вот ислам, он вообще же тормозит, да, научное развитие. И вот они пытаются компенсировать, прям лично Кадыров призы там дает, чтобы программистов чеченских каким-то образом развести таким способом. Ну вот какая шизофрения в ее голове будет? С одной стороны же программирование, оно из чего исходит, что есть какие-то четкие законы, да. Демиург там не предусмотрен, Аллах там в работу программы не вмешивается. Какую мы программу запустим, так она и будет работать. То есть она работает по-буддийски. Весь мир работает по-буддийски, согласно закону, причинам и следствия. Как они будут это с демиургом в голове совмещать, никак не будут, не совмещается. Вот это и проблема как раз этих всех стран исламских, что с демиургом наука-то не совмещается. Так как демиург произвольно в процессы природные или компьютерные никто не вмешивается, и демиурга просто нет. Что же касается российского IT, в работе которого я как фрилансер непосредственно в участии много принимал и принимаю. Российская IT почти полностью переделка американских программ. Да, и с этим-то плохо справляются. Вот именно что импортозамещение, то есть во что сейчас вкладывает государство деньги, чтобы воровали, так грубо говоря, американские программы. Мы не совсем, конечно, мы воруем, переделываем мы, но все равно, так сказать, основной навык у айтишника, да, такого российского, это английский язык. Это надо найти похожую английскую и переделать. При этом у нас еще с советских времен вообще-то была сильная школа российского программирования и местами опережала. Я тут буду скоро историю 20 века давать, и про советское программирование я буду много. Кроме того, я планирую отдельные курсы «История программного обеспечения», «Операционные системы», «История компьютеров», собственно, «История железа». И там я везде буду говорить, что советские-то успехи неплохие были в 60-е, 70-е, да, это и в 80-е. На школах довольно рано начали вводить информатику, были достижения, но все же на Запад уехали. Никто в путинском концлагере жить не хочет. Ну а что, мы что-нибудь наработаем, они у нас все заберут. Зачем работать? Я тоже работаю по минимуму, поэтому вот на это вот я что покупаю? Вот они мне из этих миллиардов дадут, а потом же какие-нибудь бандиты их не заберут. Потому что вот у них-то понятия такие, что надо грабить людей, а за работу люди получать не должны. Эти понятия у них еще со времен коммунистов, и особенно так и не поменялись. Поэтому люди на Запад бегут, где им гарантированы доходы за их работу. В общем, думаю, что ничего не получится. И кроме того, думаю, что эти деньги к тому же разворовываются, как обычно распиливаются, выделяемые. То есть до программистов они не все дойдут, а если и дойдут, особенно толку не будет. «Казачок» — это, значит, сериалы я начал смотреть за этот год, подкачал уже. Вот то, что было недавно, за март. Сериал, видимо, молодежный. Видимо, опять вот эта патриотическая пропаганда. Попаданец. То есть, короче, попадает из нашего времени парень к казакам 17-го якобы века. И таким образом становится патриотом и все такое. Традиционные ценности усваивает. Никаких традиционных ценностей там нет, просто потому что казаки там не настоящие. Они там ряженые. Вообще непонятно, какое тут патриотическое воспитание. Любая молодежь понимает, что это просто сказка, что они просто переодетые. Наши же. Не говоря уже о том, что они там говорят на современном русском языке, который они непонятно откуда узнали. Тюрки там изображены негативно, как бандиты. И это тоже традиция российского кино. Татарше время изображать бандитами. Я уже про фильм «Орда» говорил. Которыми они не являлись. Ну, не больше бандиты, чем казаки, в общем, были. Средние века. Понятно, что все там были не ангелами и далеко не компьютерными нердами. Но, тем не менее. Вот почему-то, значит, казаки тут хорошие, безусловно. А тюрки, безусловно, плохие. Но, тем не менее, значит, снято в стилистике интернет-клипы. Примерно они понимают, как снимать, так сказать, в наше время. Порезано на клипы по 25 минут, в которых идет очень интенсивное действие. Поэтому местами интересно. По крайней мере, они сняли не нудно. Это плюс. Однако зашкаливает эксплуатация штампов попаданческой фантастики и откровенная просто попсятина. То есть откровенная тупость. Ну, и за исключением отсутствия у этих казаков современной техники, логика поведения у них современная. Понятно, что в 17 веке сама логика поведения другая была, и это не показано. То есть на самом деле фильм не про историю. Фильм про какое-то шоу, действительно, такое, с ряжеными казаками на псевдоисторические темы. В основном он там у них современную технику внедряет у казаков. Ну и как обычно, попаданчество, да. И все, так сказать, фанатеют от этого. Почему такую снимают русскую историю? Потому что, как я уже много раз тут говорил о всяких клипах, настоящую историю нашу у нас забрали. Вместо нее вот такие патриотические сказки. Потому что о настоящей истории нельзя говорить, она была другая. Империя ее подменила. Было много разных народов с разными традициями. Сначала, начиная с 17 века, все это на какие-то немецкие переводы поменяли, на какой-то искусственный язык из церковнославянского. Потом дальше больше советские мифы, имперские мифы. Что там было на самом деле, это опасно просто для власти. Поэтому, ну, вот что можно показать. Какое-то шоу с переодетыми мужиками, которые на самом деле из нашего времени, но играют каких-то идиотов. Но, тем не менее, само по себе упоминание казаков позитивно. Хоть в такой форме, хоть слово казаки, хоть молодежь узнает, хоть какие-то традиционные там наряды увидит. Вот это позитивно. Ну и сняли, да, молодежно. Ну вот, больше всего просто. Сняли молодежно, но сняли какое-то вранье. И даже думай, что и молодежь чувствует то, что настолько штупо сделано. Сериал Невский. Вот оно, импактозамещение. Значит, полностью по японским образцам. Это японское аниме. Но патриотическое русское со змеями-горынычами. Просто японских монстров поменяли на змея-горыныча. Японские имена поменяли на русские. Все. За исключением этих русских имен, некоторых русских реалий, отличия от аниме вообще нулевые. Никакие. Это аниме. Ну вот так вот у нас импортозамещение выглядит. И в области массовой культуры оно всегда у нас так выглядело. Всякие популярные российские песни, как правило, переделки американских. Выглядят они как американские всякие эти поп-музыканты. Шоу там, вплоть до шоу «Маска», которые сейчас вообще все время крутят. Шоу «Маска» переделанное американское. Вся массовая культура переделанная американская по тому же принципу, как программы переделывают, так и массовая культура. А какой они тогда независимости от Запада, говорят, у них даже культурной независимости нет. То есть вот они сейчас разжигают некая война с Западом, у них даже культура полностью западная и с минимальными переделками. Что тут можно говорить? И как они при этом, имея культуру, фактически американская культура 21 века, переделанная немножко, собираются строить 17 век с традиционными ценностями. Опять же, они противоречат. Массовая культура, где выходит девушка полураздетая и поет что-то завлекательное, сексуальное. В 17 веке сразу на костер, еще бы за костюм, ей бы и спеть не дали. Нам в таком бы костюме вышло, точно ведьма, точно нарушение фундаментальных законов этого общества, сразу нахуй это, арест. Как они собрались строить 17 век таким способом? Мозги полностью на выворотах внутренних противоречий, и у ватников это и наблюдается. Почему у ватников повышенная агрессия? Потому что в голове бардак. Мне в голову не придет куда-то идти на какой-то ресурс ватников и там ругаться. На кой хер надо вот это вот? Я, так сказать, свое развиваю, а не чужое ругаю. Тем не менее, ватники табунами, допустим, набегают на этот тоже блок и матерятся. Почему? Потому что в башке у них ничего системного нет. Когда системного в башке нет, осталось только ходить и ругаться. И сочинять какое-нибудь вранье там негативное на всех. А почему? Вот потому что такие противоречия внутренние. По поводу Советского Союза выложили на YouTube советские уроки. Которые я смотрел в начале 80-х по образовательным каналам советского телевидения, о котором я еще поговорю. Вот уроки испанского выложили в стране грамматикали, классные. Приятные воспоминания детства. Они такие интересные, как сказки. Начальный испанский можно было освоить. Вот благодаря этим урокам я полюбил испанский. Так что вот скачал, ностальгирую. Наконец-то выложили на YouTube. Там также выложили неплохие уроки английского там с Робинзоном и Пятницей. И вообще хорошо делали вот это телевизионное обучение, хорошо в СССР. Было в начале 80-х. Это плюс. Ну и наконец главное это содержание, которое я даже вынес в заголовок. Российский сериал про Майдан еще вышел. Переведи ее через Майдан. Насколько я понимаю, это первый канал показывали по-центральному. Значит, дошло до художественного творчества у них вся вот эта пропаганда. Ну, естественно, да, смысл этого сериала. Я просмотрел все 11 серий. Тем более сам Майдан не участвовал. Это все вообще мне совершенно знакомо. Но смысл, конечно, в дискредитации украинской революции. 8 серий, да. На 8 серий там отвалили денег. Я думаю, кстати, что Украина должна снять свои сериалы. Уж раз до сериалов дошло в России, надо украинские, конечно. Где надо достоверную информацию представить. Понятно, что сейчас денег нет в Украине, но потом будут. Потом эти события все должны хорошо быть. Вот, кстати, я в 10-е годы ругал, что Украина продолжает снимать мелодраматические сериалы. В 10-е так выглядело. А про революцию, про Донбасс и так далее не снимает. Ну, кстати, российские тоже мало снимали в 10-е. Тут идут обзоры кино, я поговорю об этом. Но сейчас вот кинулись снимать российские, и я думаю, что Украина должна ответить. Ну, что касается самого сериала, это вот у нас Янукович же такой. Вот Янукович там такой весь перепуганный и вообще лоховатый. Там начинается прямо с того, что Янукович не подписывает соглашение об ассоциации с ЕС, как все мы знаем, да, в 13-м году. И это спусковой крючок для Майдана. Вот такой вот перепуганный Янукович, который мечется между Москвой и Западом, а его разводит, короче, какая-то баба, даже сибирячка, кстати, баба сибирячка, которая его разводит, не украинка, за деньги американские, конечно. Ну, по сюжету там что, значит? Значит, вполне нормальная страна, дружественная Россия, и на протяжении 8 серий ко власти приходят нацисты-наркоманы, ну, естественно, за деньги американские. Майдан США организует по фильму совместно с экстремистскими украинскими политиками, и такими, как Тимошенко. Вот она, Юлечка-ведьма! Весь фильм сидит в тюрьме, кует там в тюрьме, заговоры всех ненавидит, она все время с такой злобной рожей, там, «Э, Янукович...» Так вот, ручит, короче, прямо. Ну, там, кстати, поминается, что русские либеральные СМИ тоже все подчиняются Америке. Там есть такой, значит, негр, сидит в Киеве, руководит всем процессом, и еще и руководит всеми русской оппозицией. Там негр сидит, такое указание дает, значит, «Русские газеты пусть пишут так, значит, украинские политики пусть выводят на Майдан нацистов» и так далее. Так вот, весь фильм там этот негр, короче, распоряжается. Охеренная картинка, блядь! Понятно, что не показывает никаких мотивов, собственно, населения. В чем специфика фашистской пропаганды? Все сводит к заговору верхов. Вот подход сам. То есть, так вот понятно, что пропаганда... Логику-то мы раскрываем. Логика у нацистов элитарная, у настоящих. Не сказал бы, что Путин нацист, но правый, да? Логика у правых, да? Элитарная. На Майдане-то были люди, а не политики. Нереально было нанять столько. Заплатить просто, что политики заплатили, нереально вот этим всем, кто на Майдане стояли, рисковали там жизнью часто, нереально им столько заплатить. К тому же платили... На Майдане частично платили, да, но платили и у тетушек. Платили у противоположной стороны. То есть, конспирология про нанятый политиками Майдан не катит. В принципе. Потому что надо левый подход. Нужно раскрыть социальные процессы. Они в фильме не раскрыты. То есть, вместо того, чтобы показать какие-то реальные проблемы, которые относились к массам населения, и которые только и могут быть движителями реальных революций, вот и по Марксу, и по Бакунину, да? По Марксу и по Бакунину нужно смотреть на социальные процессы в Украине, чтобы объяснить ее политические процессы. У правых обратная логика. Они рассматривают политические процессы, а якобы народ просто пассивно подчиняется политикам. Эта логика в фильме представлена. Почему путинский режим правый? Вместо реальных проблем социальных нас кормят заговорами. А заговоры можно сочинять любые. Мы же не знаем, чем там политики занимаются. Не знаем, да, они нам не скажут. Поэтому можно сочинять любую конспирологию. Вот этим в основном и занимаются у нас, начиная с клоуна Голковского и кончая клоуном Соловьевым, там и прочим. Рассказывают какую-то чушь про политиков, которую мы не видим. А социальные проблемы мы видим. Почему их пропаганда-то и не работает на самом деле? Либо работает на каких-то уже повернутых головой. Соответственно, они и ведут себя ватники в интернете неадекватно. Вот так вот агрессивно, что-то там такое врут. Почему? Потому что тут сама система конспирологическая, сама система шизофреническая, которую они следуют. Именно в этой манере всегда вели пропаганду фашистов. Если мы фашистов 30-х возьмем, то именно они сочиняли конспирологию про еврейские, масонские и прочие заговоры. Здесь то же самое, просто слова евреи нет, но все равно политика объясняется заговорами. Путинская пропаганда, таким образом, в основе своей, это фашистская пропаганда. Исходит из принципов корпоративизма, что якобы трудовой народ полностью управляется верхами, своей воли не имеет, поэтому политика сводится к манипуляциям элит. Вот эту картину мира усиленно внушают население последние 20 лет. Это именно правый взгляд на вещи, такой же, как у Гитлера. Всякие там клоуны по типу Зюганова, там и прочее, только изображают там левых. Почему они, по сути дела, не критикуют то, что происходит? Потому что это корпоративистская пропаганда. Политики манипулируют, и только они все решают. Не показаны интересы и мотивы тех простых людей, которые стояли на Майдане, и я вместе с ними стоял. При этом озвучено, что якобы, кстати, политики там по 30 миллионов долларов в месяц тратили на Майдан, я не знаю. Действительно ли 30 миллионов долларов в фильме такая вот история, что якобы там всех подкупили. Нет, ну там было какое-то снабжение на Майдане, то есть какие-то затраты явно были. Поддерживали СМИ, которые тоже без денег не работают. То, что были вложения в Майдан, да, но их надо объяснять социально, кто вкладывал, почему вкладывал, а не просто, значит, Америка денег отвалила и всех купили. Такую массу населения, что там на Майдане стояло, купить, конечно, невозможно. И знаете, ребята, когда покупают, это работает как военный переворот. То есть подкупают, допустим, военных, и они свергают. Вот так. Это не работает как народная революция, это не выглядит как Майдан, когда именно политики подкупают. Верхущный переворот, и, конечно, политическая элита делает, но обычно это как военный переворот, выглядит они как народная революция. То, что мы на Майдане наблюдали, типичная революция, где большие массы населения. Вот это бы объяснили, почему большие массы населения вышли на Майдан. Про это ни слова нет, вместо этого нам рассказывают конспирологию. Но там есть еще из народа какой-то образ банды глухих. Еще параллельно весь фильм какая-то банда глухих ее расследует. Возможно, это образ украинского народа или вообще народа вообще. Народ глухой и бандитский для них. Возможно, вот эта банда глухих это то, как они, трудовой народ себе представляют создатели фильма. Несмотря на всю эту пропаганду, что хорошо, все-таки что-то хорошее надо отметить, хорошо, что в фильме есть позитивные образы украинцев. Девушки в кафе, сотрудники правоохранительных органов. Дело в том, что в социальных сетях ватники часто разжигают просто против украинского народа. Ругаются хохлами, изображают карикатурные имена украинцев. Вот в фильме, по крайней мере, этого нет. И это хорошо, потому что даже и в документальных фильмах Центрального канала, в российских, часто негативный образ именно украинцев. Они, когда вот этих всяких фронтовиков, там, постоянно там интервью с ними, часто заметно, что фронтовики, именно как национально многие ненавидят украинцев, да, они об этом говорят там. Тут, по крайней мере, этого нет. Поэтому тут, что получается по фильму, какая тут картина маслом, что продажные политики завели неплохой, в общем-то, народ в пропасть. Вот такой там месседж пропагандистский. В крымском фильме, который я недавно рассказывал, там есть негативные образы именно участников Майдана, какие-то там прыгающие наркоманы и прочая херня. Вот этого нет в этом фильме. И на Майдане действительно не было в большом количестве каких-то неадекватов. Понятно, что толпа стоит, неадекваты есть, но их было очень мало. То есть, общее население, как обычно, нормальные люди стояли, и когда из них выхватывают там отдельных неадекватов и говорят, что все такие, ну это очевидный пропагандистский прием, да. Вот он в крымском фильме есть, а тут нет. Это хорошо. То есть, не такая тупая пропаганда. Ну, кому хорошо, я не знаю, просто вот, я так сказать, как буддист, я просто объективно оцениваю, но это хорошо, что, по крайней мере, хоть вы не разжигаете национальную чисто рознь, да. Это правильно. Наркоманов на Майдане было не больше, чем везде. Обычно люди стояли там образованные, не образованные, уж там-то я точно много со многими говорил. не знаю, может быть, там потом, когда уже кидали, я болел, когда уже горячий был период, я уже заболел, потому что я просто простыл на Майдане и лежал, январь-февраль я лежал. Может быть, к концу было больше неадекватов, потому что в конце меня там не было. В начале, вот особенно самые первые дни Майдана, там студенты пошли, вузовские преподаватели, ну что, нормальные, адекватные люди, никаких я не видел там наркоманов. Ну да, кстати, никаких адекватных людей на Майдане тоже не показывают, наркоманов не показывают, а показали этих самых украинских нацистов, любимых ими. Значит, украинские националисты там есть. Вот это, значит, у нас украинские нацисты из фильма, а девушки вокруг сидят и осуждают его нацизм. Значит, украинские националисты показаны как наивные молодые дураки, у которых определенные идеалы есть. Тем не менее, да, вот они пытаются какую-то объективность, они там, допустим, как раз против наркомании. Скинхеды украинские показаны. Вот, ими манипулируют политики, то есть это молодые дураки, которыми манипулируют вот эти все прожженные политики. Негр там сидит и манипулирует нацистами. Такая история, короче. На Майдане якобы, значит, фашисты, а ими управляет американский негр. Такой фильм. Возможно, сочувствие этим скинхедам связано с тем, что, опять же, у Путина режим правый. По своей методологии. Из рядовых участников Майдана никого, кроме ультраправых, не показано. Опять же, как рядовой участник Майдана, я хочу сказать, что ультраправые были, но мало. И их, кстати, иногда даже обрубали. Там они, если нам начинали что-то кричать про евреев, были такие, да, их там соседние часто говорили, чтобы они просто пасть заткнули. Вот я просто видел на Майдане, как ультраправым просто затыкают их. Нормальные украинцы, которые по социальной причине туда пришли. То есть нацистов было мало, и их часто обрубали. Опять же, может быть, к концу Майдана их было чуть больше. Я не знаю, в начале Майдана, да, я просто видел интеллигентных людей, которые по каким-то социальным причинам вышли протестовать против своего правительства. С небольшим количеством ультраправых, да, там видел я ультраправых, но там, кстати, много было и ультралевых, там было анархистов целое подразделение. Я, естественно, где-то ближе к анархистам стоял и с ними балакал. Кстати, странно, что ультраправые украинцы в фильме говорят на русском. Вот это им точно не свойственно категорически. Вот этот скинхед, они его русского, конечно, взяли и не обучили даже украинскому языку. Это невероятно. Он все время говорит по-русски. Ультраправый украинский националист по-русски говорил. Я говорю, вот это да, это совершенно. Россиян в фильме нет. Вот Россия там вообще не присутствует. Хотя очевидно, что она была в другой силе, которая там тоже активно вмешивалась. Мы там видим, что прогнивших украинских политиков, прогнивших западных политиков. Где прогнившие российские политики в этом фильме, которые нам хорошо известны и не менее подлые? Я не сомневаюсь, что западные политики подлыми методами действуют, но наши тоже такими же. Я не сомневаюсь, что украинские политиканы тоже все свои интересы преследуют. Против них Майдан и выше. Против того, что политики манипулируют страной. Там много таких лозунгов было. А где русские? Почему российские не показаны? Все плохие, украинские политики плохие, западные плохие. А где русские политики? Пропаганда. Ну, также очевидная пропаганда посмотрел документальный фильм Зеленский и его боевые наркоманы. Собраны показания пленных, которые в плену рассказывают, что в армии Зеленского одна наркомания. Ну, понятно, что пленные вам что угодно расскажут. Ну, вот, допустим, вот это пленный. Он кричит «Слава России!» «Слава ДНС!» ДНС и ДНР, короче, путает. А потом рассказывают, что в украинской армии одни наркоманы. Ну, вот, в общем, в принципе, вот лицо фильма вот так вот. Потом они рассказывали, что Гитлер применял наркотики, значит, Зеленский Гитлер, потому что он применяет наркотики на фронте, по мнению этого автора фильма. Потом говорят, что Гиви с Мотороллой рассказывали, что украинская армия принимает наркотики. Ну, Гиви-то с Мотороллой уж понятно. Это люди, которые вызывают полное доверие. У нас много клипов про Гиви с Мотороллой. Это уж понятно, что они нам расскажут про то, что в украинской армии наркотики. Ну, в общем, 45 минут вот такого. Но получился пока обзор пропаганды. Другие фильмы тоже есть, новые российские, кое-какие хорошие. И о них я уже в следующих выпусках новостей расскажу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова